Привет! Как дела? Сегодня расскажу о том, как я в апреле 2015 года поехала смотреть цветущие поля тюльпанов в Голландию. В Голландии я уже была однажды. Это было моё первое путешествие в Европу в 2003 году. Я ездила автобусным туром, галопом по Европе. И тогда мы буквально на 6 часов заехали в Амстердам. Может быть, когда-нибудь я об этой поездке тоже буду рассказывать. А так, просто нечаянно где-то на просторах социальных сетей я наткнулась на такую красивейшую картинку цветущих разноцветных тюльпанов в контрасте с зелёной травой. И, видимо, автор всё это так ярко подсветил, законтрастил, что она реально привлекла моё внимание. И я решила узнать, где же такая красота находится. Как оказалось, это находится рядом с Амстердамом. Там в сельской местности выращивают тюльпаны, прямо целые поля. И также там находится парк, где можно увидеть экспозиции различных цветов. От тюльпанов, роз, пионов до орхидей. Тогда я уже работала в пресс-огенстве и подумала, а чем чёрт не шутит, дай-ка я запрошу аккредитацию, чтобы поехать поснимать этот парк. Как раз узнала о том, что он цветёт где-то с середины до конца апреля. И нашла контакт и написала в пресс-офис этого парка, который называется Кокенхоф. И как ни странно, мне ответили и сказали, да, приезжайте, мы вам дадим бесплатный билет для прессы. И я подумала, почему нет, всё, бронирую билеты и еду. На тот момент я уже узнала о том, что междугородние автобусы, такие как National Express и Megabass, как раз таки ездят в Европу за незначительные деньги. Я начала искать маршруты, забронировала билеты в Megabass на автобус туда и обратно. Это мне обошлось в районе 40 фунтов. Также я забронировала хостел прямо в центре Амстердама. Правда, хостел мне обошёлся в 115 евро. Тем не менее, он был прямо чуть ли не в районе красных фонарей. И я очень часто иногда из окна даже наблюдала, как там девушки стоят, позируют, ожидая своих клиентов. Но о хостеле я чуть-чуть попозже расскажу. Что самым проблематичным для меня было, это получить шенгенскую визу в Лондоне. О том, как русскому человеку получить европейскую визу в Англии, я тоже скоро буду рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Ну и так, получив визу, купив билеты на автобус и забронировав отель, я направилась в Амстердам. Мы доехали до города Давер. И переплыв канал, мы оказались уже в Европе. Там тоже прошли таможню и поехали уже в Голландию. Рано утром мы проезжали Роттердам. Я как раз в это время проснулась и посмотрела, какой красивый город. И подумала, надо будет и в Роттердам съездить. И у меня это получилось в 2017 году. Мы уже с подругой ездили в Голландию. Но об этом я расскажу в другой раз. А так вот к 9 часам утра мы приехали под Амстердам. Автобус нас высадил. И в принципе мне надо было сесть в трамвай и доехать до железнодорожного вокзала Амстердам, который и является центром столицы Нидерландов. Но я решила сэкономить. И так как заселение в мой хостел было запланировано только на 3 часа дня, я думаю, ну чем мне еще заниматься? Пойду-ка я лучше пешком прогуляюсь и дойду до центра Амстердама пешком. Но не тут-то было. Бесплатный пароль, который должен переправлять пассажиров на другой берег, почему-то отсутствовал. Я очень долго ждала, наверное полчаса, и решила перейти речку через мост. И оказалась вообще в какой-то сельской местности. У меня, конечно, был навигатор. Я пыталась по нему попробовать дойти до железнодорожного вокзала Амстердама. И так вот по такой местности я шла буквально 2 часа, наверное, пока добралась до вокзала. На трамвае этот путь составил бы 15 минут. Но трамвай шел к подземным туннелям, ну и стоил там в районе 5 евро. Но по тем временам я серьезно экономила для того, чтобы оплачивать свой университет. Но тем не менее, как вы все знаете, я очень люблю путешествовать. И в основном только на путешествия я тратила свои деньги. Добралась я практически до железнодорожного вокзала, но оказалась на другом берегу от него. Стала искать переправу и нашла остановку. Немножечко подождала, там минут 10-15. И думала, как же платить за нее, не платить. Как вообще это все происходит. В итоге вместе с остальными пассажирами я зашла на паром. И никто не брал с меня, не проверял билетиков, не брал денег. И вот так вот я благополучно оказалась на вокзале. Ну и так как это было где-то в районе 12 часов уже, а до заселения в хостел оставалось еще часа 3, я решила пойти гулять по каналам. Думаю, пройду вдоль, потом обратно, потом по-другому. Ну и так ходила, блуждала. Но сначала села на лавочку и позавтракала. У меня был с собой свежий огурец и пару бутербродов с чаем. Люди как-то смотрели то ли с завистью, то ли с жалостью. Но я сильно не парюсь, мне все равно где есть и как на меня смотрят люди. Поэтому, покушав, я пошла дальше гулять по городу. Трем часам я подошла к хостелу, который назывался Heart of Amsterdam. Заселилась, мне дали койку в 12-местном смешанном номере. То есть и мужчины, и женщины там жили. Там есть такой небольшой сейф, куда можно положить свои вещи. Я была с одним рюкзачком и, по-моему, с одним пакетом. То есть вещей я на 5 дней не так уж и много брала, чтобы так пару нарядов сменить. И было удобно выезжать как в поля, так и в центр города. После чего я решила направиться в городской музей, в музей Амстердама. И попала туда уже под закрытие. Буквально час оставался. И так получилось, что у них билеты под закрытие стоят чуть ли не в 2 раза дешевле. Поэтому имейте в виду, если вы придете в музей за час до закрытия, вам сделают значительную скидку. Ну, я походила, там такой небольшой музейчик был. Посмотрела экспонаты, ничего такого особенного там не увидела. Вот что есть, то вам показываю. Ну, а после музея я также прошлась по некоторым улочкам. Посмотрела, чем живет город. И, в принципе, пошла ложиться спать, так как все-таки после ночи в автобусе была огромная усталость. И так как я ходила целый день на ногах, я решила хорошенечко отдохнуть, потому что впереди было еще целых полноценных 4 дня. Во второй день я проснулась, пошла гулять по городу. И как раз вот проходя район красных фонарей, увидела несколько девушек в окне. Посмотрела, как там одна девушка открывает дверь мужчине и договаривается о цене. Потом увидела, что рядом с церковью там какие-то экзотические девушки. То разных национальностей, то какие-то толстенькие, то наоборот слишком худые, слишком маленькие. В общем, экзотические девушки находятся в районе церкви. Вот это меня очень сильно удивило и рассмешило. Ну да ладно, проехали про девушек. Дальше я пошла гулять по другим каналам, по которым не гуляла в предыдущий день. И пока я ходила по каналам, я пыталась сделать как можно больше различных снимков. И что мне очень понравилось, это разглядывать окна, балконы, что у голландцев находится на балконах. И знаете, что я узнала? В основном все они выходят на балконы позагорать. У меня аж прям целая коллекция создалась людей, загорающих на балконах. А кроме того, огромное количество котов я видела в окнах. Ну, пока я шла по каналам, разглядывала все лодочки, все дома, очень разнообразная архитектура, очень красивые лодки, очень красивые мосты, ну и также велосипеды. Естественно, я все это снимала как на фото, так и на видео, но если вы помните, все видео 2015 года у меня пропали вместе с моим компьютером, который сломался, и я уже не смогла оттуда вытащить все эти красивые, разнообразные и полезные видеофайлы. И так вот, в принципе, и провела целый день в городе, нашла национальный музей Амстердама. Там, естественно, вот эта вот надпись «I love Amsterdam» и лавочку «I love Amsterdam». В общем, во всех этих знаменитых местах я попросила людей меня пофотографировать. Вечером я встретилась со своим другом из Лондона, Родионом, с которым, вы помните, рассказывала, ездили в Солсбург и в Стоунхендж. Он уже к тому моменту переехал в Амстердам и жил там уже около года. И мы с ним вместе погуляли по вечернему Амстердаму, посмотрели подсветку мостов и домов, и я пошла в хостел спать. Кстати, когда я пришла в хостел на второй день, рядом со мной поселилась девушка из Австралии, мы с ней так немножко разговаривались, и было интересно пообщаться с ней. А так, в принципе, я и не видела постояльцев, которые приходили, ложились спать. Я ложилась рано, часов в 9, в 10, чтобы утром уже быть готовенькой, свеженькой к новым приключениям. Ну так вот, третий день я как раз и поехала в парк Кокенхоф. Тут уже немножко пришлось потратиться, так как путь туда не близкий. Надо было доехать до аэропорта на поезде, а потом там же пересесть на автобус, который едет как раз-таки в этот парк. Национальный парк тюльпанов и других цветов. Доехав до входа, я нашла пресс-офис, показала свою аккредитацию, и мне дали бесплатный билет, хоть здесь не пришлось тратиться. И я целый день провела там огромное количество тюльпанов, пионов, роз, орхидей. Все это было так красиво, и я просила людей везде, где только можно, пофотографировать меня. Я очень долго рассматривала каждый тюльпанчик. Это такая красота, это такой неописуемый восторг. Кроме того, там проходили какие-то конкурсы, создание картин из цветов. И я увидела картину Ван Гога. Какие-то были тоже поделки, икебаны, чего там только не было. Ну и так просто погулять, особенно за бесплатно, мне очень понравилось. Прекрасный солнечный день я провела в этом парке. Ну а после этого, конечно же, сделала репортаж и отправила в свое французское агентство. Я на тот момент работала в агентстве Нью Зулу, и они уже ждали мой репортаж. Следующий день я решила отправиться в современный музей кино, который недавно открылся в Амстердаме на тот момент. И так как я изучала кино, так как я изучала видео, я поехала смотреть этот музей. Вход туда был бесплатный, не знаю, как сейчас. Очень много разнообразных видеокамер, каких-то линз. Ну, все, что связано с кино, все там можно увидеть, рассмотреть. Я нашла для себя интересный аттракцион, гринскрин называется. Мы как раз недавно проходили это в моем университете. Суть гринскрина, то есть зеленого экрана, это когда за спиной актера находится зеленый фон, на который потом можно наложить любую картинку. И актер будет что-либо делать на фоне этой картинки, а не на зеленом фоне. Я просекла этот момент, что там предлагали такой аттракцион, как бы можете поучаствовать, посниматься в кино и попасть вот в этот мультик, вот в эту картину. И так как там никого не было, я так раскрепостилась и пошла снимать себя. То есть нажав на кнопочку, там идет некий такой отчет, что сейчас будет вот этот мультик, и ты должен как-то там себя вести, что-то делать и как бы быть внутри этого мультика. Ну, представлять, что там какие-то булыжники летят на тебя, а я там что-то делала, а-а-а, там ракета сейчас взлетит вместе с тобой, а ты в ракете сидишь такой. Было интересно, я бы это все поснимала. И также эти ролики можно было отправить себе на e-mail. И они до сих пор существуют на YouTube. И вот как я там развлекалась, вам показываю. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Затем я снова пошла гулять по городу, в другую сторону, забрела в какой-то парк, достаточно молодой такой. Хотела найти там озеро, пошла, посидела на лавочке. В общем, провела там около трех часов, позагорала, посмотрела, какие там растения растут, что там вообще находится. Ну так, просто гуляла и балдела. А на следующий день я запланировала себе автобусную экскурсию на мельнице в какую-то сельскую местность, в деревню, где варят сыр. И нас с автобусом англичан возили, все рассказывали, естественно, по-английски. Завезли в район четырех мельниц, показали, какая мельница чем занимается, рассказали, как все это действует. К сожалению, опять же-таки, видеофайлы пропали. И я тогда не очень сильно поняла всю технологию, как и что, но там была и лесопилка, и что-то там, нарезка чего-то. В общем, мельница это реальный завод по производству чего-либо. И муку производили, по-моему, и деревообработка какая-то была. А также я нашла двух петухов, просто такие шикарные, разноцветные. И я решила их поснимать, и вот почему-то эти кадры у меня остались, видимо, потому что я их на агентство куда-то хотела продать. Ну, просто шикарные петухи, вот, пожалуйста, смотрите. Потом нас отвезли в эту вот деревню, тоже красивейшая деревня. Все такое чистое, нетронутая природа, я имею в виду. И там нам показали, как производят сыр. И там же я купила себе как бы в подарок или в качестве сувенира сыр. Потом мы сели на паром, проплыли какое-то озеро, оказались в другой деревне, по-моему, нас там покормили. И отправились обратно на автобусе в Амстердам, где я как раз-таки получила аккредитацию на посещение музея сумок. Там проходила выставка сумок Coco Chanel, и мне позволили поснимать вот эти вот сумочки разнообразные, которые до сих пор являются бестселлером во многих странах Европы. Естественно, я этот материал также отправила в свое агентство, все это было опубликовано. Это был мой последний день в Амстердаме, после чего я буквально бегом-бегом побежала в свой хостел, забрала все сумки и опять же таки решила пойти пешком уже по другой стороне канала до автобуса. Пройдя огромное количество интересных зданий, которые я так и не увидела, пока гуляла по Амстердаму, я опять оказалась на каком-то причале, куда не приходит переправа, и у меня оставалось буквально 40 минут до отправления моего автобуса, а я там должна была быть еще минут за 10 как минимум. И я не знала, что делать, мне пришлось бегом бежать, наверное, около 20 минут на трамвай, за который мне все-таки пришлось заплатить. И у меня, слава богу, как раз копейка в копейку были эти деньги. Я даже не знала, я просто бежала наобум и думала, хватит, не хватит, успею, не успею, и что мне делать дальше, если я упущу свой автобус. Ну, в общем, успела я к автобусу, села и благополучно добралась до Лондона. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok